Проиграла ли КПРФ выборы президента? Проиграл ли Грудинин? Наверное, да. Но вот вам вопрос. Сколько человек проголосовало? 72-82% россиян. Да нет. Не слушайте. Этот самый бред. Нет. 52%. Вот и все. Из них 25% против. И получается, выбор не был за Россией. Ну да ладно. Я лично не против президента. Я против сказок. К слову, о царе и Навальном. Да, сложно, когда молодое поколение против. Но давайте про царя поговорим. Точнее, про второе четверостишье. А то народ у нас как-то оболванен. Итак. Боже царя храни. Храни его, Боже. Так, да? А дальше не знаете? Так вот дальше. Царствуй на славу, на славу нам, гражданам Российской империи. Для нас ты должен царствовать. Но, конечно, это сложно говорить тем, кто не имел проблем с учебой. Не имел проблем с медициной. Не имел проблем с питанием. Но подтирался газетой. А так-то проблемы не было. 1980 год. Вспомните? Нет. Я не про Олимпиаду говорю. Я про Высоцкого. Одно из четверостишей, написанного гением. Я на вачу еду, плачу, еду, свачи, хохочу. Тогда еще миллионеры у нас появились. Это был социализм. Когда было многое, но не все. И мы делали и работали на благо СССР. Вот тогда были и артели, и кооперативы. Тогда были бесплатные кассы взаимопомощи. Тогда было все нормально. А люди спокойно катались по СССР. А коммунисты ездили везде. Это было плохо, что ли? Тогда нас боялись. И правильно это делали. И сейчас начали бояться. Потому что незачем будить медведя в берлоге. Это вам не кошка в своем котовнике. И не орел, сваливавший, когда ему накидают не по-детски. Мы ломанули всех. И ломанем многих. И незачем к нам лезть. Что КПРФ будет делать дальше? А вот вам правило. За последние шесть месяцев ряды КПРФ в Магнитогорске увеличиваются. И это делается постоянно. Нас достало празднование спорта в нашей нищей стране. Нас достал ваш сраный доллар. В нашем бывшем обществе он стоил 59 копеек. Мы не хотим закрывать двери. Ваши мародеры и бомжи. И это ваша сраная дерьмократия. И принцип работы по увеличению КПРФ прост. То, что должно быть. А это все должно быть бесплатно. Бесплатное образование для всех. И это было. И это мы хотим. Лучшая медицина в мире. Она у нас была. Мы на пенсии могли кататься везде. А не сидеть, отдавая большую за ком услуги. Вот это правило. Против кого вы можете, втирая билиберду, по основным каналам работать? Только зачем? Вы нас не смешите. Ваши олигархи смененные и взбитые до умопотрясения не понимают сути. Свои бабки вы не унесете на тот свет просрать. Вы можете. Это ваша суть. Только зачем просирать наворованное? Зачем? Это деньги наши с вами. Обобранные мизерной зарплатой и никакой пенсии. Вы об этом забыли? А мы это знаем. Так что, господа, и вы кто там, 10 миллионов и по цираку, постарайтесь их там потратить. А остальное в России. Так чтобы она быстро-быстро встала. И нам лучше привязать все к другой валюте. Другого государства, не взявшего денег ни у кого. Вы, наверное, забыли, но Китай и Индия по населению. Это более половины населения Земли. А по количеству металла и стали это 70% у них. Как-то так. Ну, хоть ладно, что про историю не забыли. Слава тебе, господи. Да, мы потеряли больше всех финской и огромное количество во Второй мировой. Но уроды, не знающие фактора наступления, вас в любую военную кафедру отправьте. Так вот, искусство победы – это, к сожалению, потери своих войск. Потому как на обороняющегося противника вы должны идти с преимуществом в 5, а лучше в 10 раз. Мы колбасанули и финнов, и фрицев. А так могли бы и до Атлантики дойти. Поэтому, хлопцы, верьте нашим, а точнее вашим прадедам, отстоявшим свободу лучшей в мире страны – СССР.